Доброе утро, дорогие друзья! С вами программа «Утро», студия хорошего настроения на телеканале СТВ. И необычный дуэт сегодня для вас работает Дмитрий Кахну и Ольга Бурлакова. А на календаре просто удивительная дата – 1 декабря-вторник. Необычными дуэтами будем сегодня вас удивлять, друзья. 1 декабря – начало зимы. Какой будет зима в Беларуси, никогда не знает никто из нас, кроме некоторых людей, которых сегодня мы и позвали в студию хорошего настроения. В гостях у нас старший преподаватель кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Мотылицкая. Доброе утро! Доброе утро! И главный синоптик Республики Беларусь Дмитрий Рябов. Здравствуйте! Доброе утро, уважаемые друзья! Здравствуйте, Дмитрий! Рады вас видеть. И вообще стойка вопросов у нас к вам. Я думаю, у телезрителей тоже. Сразу к ним и приступим. Я сразу же к Дмитрию, да, обратимся. Какой нам ожидать эту зиму предстоящую? Есть какие-то прогнозы? Ну, можно сказать так, что, да, есть такие предварительные прогнозы, типа, как вот на зиму, можно сказать, что эта зима по сравнению с прошлой зимой будет немного холоднее. Почему? Потому что, например, прошлая зима у нас была довольно-таки аномально теплая и заняла шестое место, то, что была такая вот очень теплая. Эта зима в большей своей степени будет характерна для нашего климата, то есть с близкоклиматическим значением. То есть эта зима будет, просто говоря, нормальная? Нормальная. Но могу немножко пояснить, наша белорусская зима, что это такое? Для нас характерен такой волновой режим, то есть как бы короткий период. То есть кроссовки, бурки. Морозная погода, потом резиновые сапоги, да, приходит такая отепельная погода, потом вновь непродолжительные такие вот морозы, поэтому в большей степени погода будет характерна для этого периода года. Говорить про какую-то аномально холодную зиму, экстремальную какую-то, да, то есть как бы хотел бы успокоиться, в этом году такой зимы не ожидается. То есть зима будет нормальная, хорошая, вполне возможно, как вот на этой фотографии, которой мы тоже пытаемся призвать красивую зиму. Ну а как зиму призывали белорусы в древности, Наталья, расскажите нам, какими приметами, какими обрядами и обычаями белорусы ждали зиму? И встречали ее как в первый день зимы. Ну, напевно, у всех хвалю я, что будет на Новый год, и все чекают снегу. На конь снегу, что говорят наши народные прикметы, коли на Пакровы, а Пакровы у нас 14-го кастричника, был шерень, иней, або снег, то тады на Каляды, а Каляды, я красу, выходит Новый год у Каляды, будет снег. Видимо, обратил внимание, что будет... Надо спросить у гугл-календаря. А я заубачила. Снегу у кастричника еще не было и не продбачилась. И даже иней не было? Да. На жаль, на жаль, хоть и за все, не. Вось, на Каляды не будзе, але, значит, павы для народных таксама прикметов, у целым зима будзе снежной, тому, что, вось, навас своими коллегами-дачниками гутырыла, и они за гэтым паназирали, мне сказали, вось, что коли кроты рыли землю после покровов до 1-го листопада, перорыли, значит, будет снежная и морозная зима. Так что, а яны рыли. А кроты свою функцию выкрыли. А яны рыли, да. Скажите, пожалуйста, Дмитрий и Наталья, вы понимаете, что мы вас позвали сюда сегодня, чтобы две службы прогнозов столкнуть, скажем так? Что синоптики говорят? Будет снег на Новый год или нет? Значит, ну, можно сказать, так, с вероятностью 70%, все равно какая-то вероятность есть, можно сказать, что да, на Новый год ожидается, в принципе, такая неплохая погода, можно сказать, такая праздничная, легкий такой морозец и такой легкий такой снежок. То есть погода действительно нас порадует так. Мы, кстати, часто в последнее время относительно погодных явлений слышим это слово аномальное, аномально удивительное, необычное. Северное сияние в Беларуси в октябре. Да, какие-то такие непонятные явления для нашей страны. А вот что нам рассказывает народный календарь? Все-таки смещаются сейчас эти даты? Какова ситуация? Фольклористы, этнографы выучали ситуацию традиционной культуры и больше-менш стабильного надворья. И оно вот литерально поменялось опошними десятигодьями. Понятно, что осень немножечко сместилась, зима, соответственно, смещается. И получается, что на Масленицу зови, не зови весну. Раньше она не придет, да, Дмитрий? Ну, здесь можно сказать так, если говорить про народные приметы, то я с очень глубоким уважением к ним отношусь, как к народному творчеству. Но могу сказать точно, не работают. Объясню, почему. Да, вы правильно сказали, произошло смещение, климат меняется, и при том, особенно в последние годы, и существенно при том. И произошло вот это вот как раз смещение сезонов. Весна стала раньше приходить, уже в феврале месяце, то есть особенно вот в Брестской области, в Гомельской. Уже первые бабушки продают первые посевники. Уже начинаются уже весенние процессы потихоньку. Но она в феврале приходит, вернее, а потом в апреле возвращается зима. Мы даже проверяли, есть такое тоже типа народные приметы. Если холодная зима, да, то обязательно будет жаркое лето. В которое верит каждый белорус, я уверен. Не работает. Можно быть, сотни, говорить не про народные приметы, да, а есть так называемые местные признаки погоды, да. То есть вот, например, те же самые сельские жители, да, они практически большую часть своей жизни находятся на улице, то есть наблюдая за погодой, там, за теми же самыми облаками, да, потому что каждая своей облачность и соответствует своей погоде. Например, сначала облака идут высоко, да, потом немножко пониже, пониже, они уже чернеют уже, да, значит, что-то будет уже какая-то, идет к непогоде. Или резко меняется ветер, увеличивается скорость, резко меняется направление, то есть явно тоже в день и погоде. Если человек наблюдатель, да, по тем же самым, как и там, определенным цветкам, да, то есть как бы в поле, там, или по тем же самым влачкам, можно определить, да, как в ближайшее время будет меняться погода. Но то это дает, не стопроцентный прогноз дает. Наталья, вот на что конкретно обращали наши предки внимание в декабре? Вот какие были такие знаковые дни? Декабрь только-только начинается. Доброе питание, просто вот, вот, что называется, в десяточку. Как раз про это хотела сказать. Есть, вот, как раз у нас зараз эфир першого снежни, вот, перша снежни. И по початку перших дзен снежни мерковали на долготерминовую перспективу. Есть долготерминовые прогнозы, закономерности, которые, например, даются в подшатку снежни, а сбываются только весна и лето. То есть на весну и лето. Давайте конкретно мы будем обращать внимание. Конкретно. Значит, першого снежни, так, якая будет, коли будет, вот, сегодня у нас погодная зима, день погодный, это же погода, это солнце и мороз, вот, то такой будет и весна, ранний. То есть в марте тоже солнце и мороз, весной. Ну, это то же самое. Не-не-не, ранняя весна, ранняя. Вот. Другое снежни вызначает, вот, по подобенству, якая будет погода у сенокоз. И третье снежня, коли будем жито жать. То есть это три дня первых зимних, а не важно. А четвертое свято, увядзенье, увядзенье свято, это и христианское свято, и народное свято одночасово, Бог зиму приводит за ручку, приводит зиму. Как отмечали наши предки? Это христианское свято, особливых таких свято не было, просто зауважили, что по четвертому уже зима, саправды, вот, на свои правы убирается, но не одразу. Самая зима приходит, лечили, на свято Миколы, 19-го. Называли Микола, 19-го декабря. Да, Миколы зимы не коли. Вопросы от женатых мужчин задают наши постоянные подписчики. Они спрашивают, не очень будет холодная зима, шубу можно не покупать в этом году жене? Вот куда я нахилюсь. Я замечаю, например, в шубах нет, конечно, женщины ходят, но у нас такие зимы, что... Необходимость жары, вот такое же, чтобы необходимости в шубе нет. Вот когда вот, даже по себе помнишь, да, помните, когда вот зимы, так это были зимы, там без шубы, конечно, не хватало. Ну, а сейчас уже можно и в легком пальто. Дубленка есть, вот она уже 10 лет висит. Вот, хорошая дубленка. Да, как вы не говорите, ты еще коньки не сносила. Друзья, да. Как женщины, я скажу, прокомменсирую в этой вот шубе. Мужчины ж это робят для себя. Ли сейчас, чем больше мужчина робят для женщины. Настолько сложные времена он эту шубу наденет и побежит. Нет, не усеясь в той, что он ее наденет. Вот. Потому что по его женщине в уголе видно, что за мужчина. Полностью с вами согласны. Мечтаем, чтобы ваши прогнозы соответствовали нашим мечтам и потом все вот это вместе сбывалось. Сегодня в утре в студии «Хорошее настроение» мы общались вместе со старшим преподавателем кафедры этнологии фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств Натальи Мотылицкой и главным синоптиком Беларуси Дмитрием Рябовым. Спасибо вам большое за ту ценную информацию, которую вы нам дали. Ну и всем и нашим телезрителям и вам мы желаем, конечно же, погоды в доме. Прекрасной, отличной, солнечной и теплой. Провожаем наших гостей, а вам сообщаем, что прямо сейчас в эфире новости 24 часа. Продолжение следует...